Чудесное спасение детей из-под руин в Италии. Спасателям удалось спасти младенца после землетрясения. Миллион долларов на борьбу с ненавистью. Голливудский актер Джош Клуни вместе со своей супругой пожертвовали 1 миллион долларов в пользу правозащитной организации. Необычный пациент. В петербургской больнице обследовали пациентку возрастом 2500 лет. На итальянском острове Иске продолжается поисково-спасательная операция после сильного землетрясения. Оно произошло вечером в понедельник 21 августа. Серьезные разрушения были зафиксированы в городе Казамичола. В числе пострадавших несколько десятков человек. Отмечается, что в минувшие сутки спасателям удалось достать из-под руин дома младенца. Это вызволение спасатели назвали настоящим чудом. Видео самой операции опубликовал телеканал BFMTV. На записи слышны аплодисменты и крики восторга. Еще одного мальчика специалисты извлекли живым из-под обломков в городе Казамичола. На протяжении суток его спасенные близкие не переставали верить в чудо. Во время подземных толчков дети спрятались под кровати. После того, как их удалось обнаружить, спасатели не отходили от детей, постоянно говорили с ними и поили водой по длинному шлангу. Итальянские власти ввели в действие план оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, которые в случае необходимости на санитарных вертолетах будут доставляться в неполитанскую больницу Кардарелли. Кроме того, было решено направить на риски несколько крупных паромов для эвакуации людей, которые хотят покинуть остров. Известный американский предприниматель Илон Маск направил открытое письмо в ООН с просьбой запретить любые виды автономных вооружений. По его мнению, если научить роботов убивать, однажды они направят оружие на своих же создателей, передает издание Guardian. Вместе с главой SpaceX и Tesla под письмом подписался руководитель направления машинного обучения компании Google Мустафа Сулейман. В послании они рассказали об организованной группе из 116 ученых, которые проанализировали все риски создания искусственного интеллекта, способного убивать. Подобные технологии в письме сравниваются с ящиком Пандоры. Предполагается, что однажды искусственный интеллект станет слишком умным и не захочет подчиняться создателю. Впрочем, несмотря на все опасения группы ученых и предпринимателей, большинство стран поддерживают разработку автономного оружия. Этим занимается, например, Министерство обороны Великобритании. Местные чиновники уверены, что контролировать роботов можно, и они никогда не выйдут из-под контроля. Турецкая полиция пресекла продажу за 3 миллиона евро настенного ковра, сотканного тысячу лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По предварительной информации, сделку пытались провернуть трое в городе Аданам, на юге страны. Полицию заинтересовал не только музейный возраст ковра, но и его рисунок, который по сообщениям изображает Иисуса Христа с 12 апостолами. Длина украшения составляет 140 на 80 сантиметров. Сообщается, что двое задержанных оказались отцом и сыном. В настоящее время историческую ценность товара определяют специалисты местного музея. Миллион долларов на борьбу с ненавистью. Голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей супругой Амаль пожертвовали 1 миллион долларов в пользу правозащитной организации Southern Poverty Law Center. По сообщениям Associated Press, супруги хотели внести свой вклад в борьбу за равенство в США. Указанная выше правозащитная организация занимается сбором информации об экстремистских группах в Штатах, а также участвует в судебных процессах против них. Поводом для столь крупного пожертвования стали события в городе Шарлоттсвиль в штате Вирджиния, где состоялись акции протеста ультраправых и их противников, которые привели к гибели человека. Напомню, супруги Клуни основали свой благотворительный фонд «Клуни Foundation for Justice» в прошлом году. С момента своего открытия фонд активно сотрудничает с международной организацией UNICEF. В Петербургской больнице обследовали пациентку возрастом 2500 лет. В местную клиническую больницу номер 122 имени Соколова на осмотр из Эрмитажа привезли мумию знатной женщины из древних ФИФ по имени Бабад. Как сообщает пресс-служба музея, это единственная мумия, которая уцелела в первозданном виде благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании. Целью исследования было узнать строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и точный возраст женщины. Такое исследование проведено в Санкт-Петербурге впервые. Ранее аналогичные изыскания выполняли Британский музей и Курчатовский институт Москвы. Сообщается, что пациентка прошла обследование на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Сейчас в Эрмитаже находятся еще семь мумий, включая мумию кошки. Если результаты исследований представят научный интерес, на прием к специалистам клинической больницы номер 122 будут записаны и другие экспонаты Государственного музея. На этом у меня все. Далее выпуски Жанна Мамилова и новости христианского мира. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. Епископская конференция Бразилии установила специальный день поста и молитвы в преддверии национального праздника – Дня независимости страны, который будет отмечаться 7 сентября, сообщает Благовость.Инфо. Акция поместных епископов пройдет в епархиях, приходах и общинах Бразилии с целью укрепить духовную жизнь христиан в контексте сложной атмосферы в стране. По словам генерального секретаря бразильского епископата Леонардо Штайнера, день поста и молитвы – это благоприятная возможность для христиан и всех людей доброй воли, которые хотят лучшего для Бразилии, чтобы она была более братской и менее разделенной. Акция поместных епископов проходит в период серьезного политического, экономического и институционального кризиса в Бразилии. Напомним, что в начале августа большинство представителей Нижней палаты местного парламента высказались против предъявления президенту Мишелу Тэмеру обвинений в коррупции. Акт вандализма был совершен на кладбище в Кальвасасе на острове Кипр. Надгробия на могилах православных киприотов были подвергнуты поруганию и разрушению. Многие из них были испещрены нацистскими и сатанинскими символами. Часть надгробных крестов опрокинуты, передает Седмица. Согласно заявлению представителя муниципального совета Лефтериса Фокуса, неизвестные злоумышленники проникли на кладбище, после чего осквернили и разрушили 15 могил и гробниц, исписав знаками, свастиками и другими символами часть погребений. Также на многих надгробиях были изображены опрокинутые пентаграммы, символы сатанизма. В коммуне Кальвасасе считают, что акт вандализма совершили люди, которые не проживают в этом сообществе. Жители коммуны решительно осуждают факт оспирнения кладбища. Храм, построенный знаменитым русским полководцем Александром Суворовым, отреставрируют в Новгородской области, пишет Благовестинфо. Церковь живоначальной Троицы в деревне Сапины будет отреставрирована при участии российских меценатов. Работы начнутся в ближайшее время. Стоимость ремонтно-реставрационных работ и срок их завершения власти пока не называют. Памятник находится в аварийном состоянии, добавили в правительстве. Храм в Сапинах был построен в конце XVIII века благодаря Александру Суворому, который в 1797-1799 годах находился в ссылке в расположенном неподалеку селе Кончанско-Суворовское. Сейчас там находится музей-усадьба Генералиссимуса. Проект «Семьи для семей» начатой Ассоциации австрийских католических семей Вене распространится теперь и на епархию Санкт-Пелтена. Цель проекта – помочь беженцам адаптироваться в новой стране, сообщает христианский портал Инвикторий. Проект начался в 2016 году, когда 23 австрийских семьи организовали регулярные встречи с семьями сирийских беженцев, взяв их под свою опеку за счет помощи от Министерства семьи и молодежи. Вначале были организованы встречи между семьями с детьми одного возраста. Между ними завязалась дружба, а у родителей сразу же появились общие темы для беседы и общие интересы. Таким образом, именно семьи с детьми стали первоначальным ядром проекта. Как поясняет вице-президент Ассоциации католических семей, данное начинание направлено на осознанное использование ресурсов католических семей как двигателя интеграции.